За вклад в развитие родного края. Сегодня в Серпухове по традиции на сцене Дворца культуры России чествовали лучших из лучших. Компаниям, организациям и работникам за высокие достижения и успехи вручили кубки, благодарственные письма и грамоты. Как прошла торжественная церемония, посвященная празднованию Дня труда Московской области, в сюжете моих коллег. Большой Серпухов – это прежде всего люди, которые работают на предприятиях в школах, больницах. Это предприниматели, ученые, волонтеры, строители, воспитатели. Сегодня в праздник весны труда лучшие из них получают награды регионального и муниципального уровней. Городской округ Серпухов славится своими трудовыми коллективами. В результате вашего труда, уважаемые труженики, городской округ меняется. Меняется в лучшую сторону, становится краше и удобнее для жизни. Искренне поздравляю вас с праздником Днем труда. Выражаю вам слова благодарности за ваш ежедневный труд. Коллективы, предприятия, учреждения, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие Большого Серпухова, первыми поднимаются на сцену. За достигнутые успехи в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан кубками главы городского округа награждает Управление Министерства внутренних дел России Серпуховская. В развитии средств массовой информации структурное подразделение пресс-службы МАУ Серпуховское информационное агентство. Институт инженерной физики отмечен наградой за развитие научной сферы, за развитие здравоохранения Серпуховская больница, культуры Пущинский центр «Вертикаль», физической культуры спорта учреждения стадиона «Спартак», промышленного производства, компания «Новые технологии». Предприятие по производству парфюмерных и косметических средств реализует инвестиционный проект по строительству нового производственно-складского комплекса по изготовлению косметики «Аравия». Прежде всего, это награда коллектива, я считаю. У нас вырос коллектив здесь, я не знаю, с пяти человек, наверное, там уже больше двухсот человек. За пять лет мы смогли создать много рабочих мест, построить уже третье здание, которое мы строим. Мы стараемся как можно больше инвестировать сюда, инвестировать в оборудование, в людей, технологии. Мы будем стараться, стимулы такой нам дали для того, чтобы и дальше расти, и делать хорошую продукцию качественную, ну и радовать наших потребителей. Знак качества употребителей давно завоевал и Центр развития предпринимательства «Зонарий». Организацию отметили Кубком за достигнутые успехи в бытовом обслуживании населения. В Центре ведется подготовка к школе, открыт большой бассейн, есть танцевальное направление, лечебная физическая культура. На самом деле, очень приятно. Это награда, это своего рода признание, признание людей. Значит, все, что мы делаем, мы делаем не просто так, мы направлены в людей. Мы любим свою работу, очень благодарны за то, что получили признание, оказываем услуги населению по оздоровлению. Мы всегда рады видеть нас в гости. Для нас это награда стимул и стараться работать дальше лучше и качественно. Медицина, образование, наука, людей разных профессий объединила одно – любовь к своему делу. За высокие достижения в профессиональной деятельности звания лучший работник научной сферы присвоили ведущему научному сотруднику, заведующему лабораторией криобиологии Пущинской научный центр биологических исследований Российской академии наук Евгению Фисенко. В профессии я, даже когда я в университете учился, я уже занимался научной деятельностью, поэтому уже почти 20 лет. Это тот, наверное, тарелка области деятельности, когда вы можете заниматься тем, что вы хотите. То есть вам пришла некая идея, да, и вы можете ее реализовывать. Любые научные результаты – это всегда не конкретно человеку, это коллектив, да. Поэтому я это воспринимаю как признание всего Пущинского центра биологических исследований. Научные исследования, строительство в больнице, школы, достижениях в различных сферах развития Большого Серпухова люди узнают от журналистов. Пресс-служба Серпуховского информационного агентства освещает мероприятия с участием главы городского округа, деятельность администрации муниципалитета, Совета депутатов. Ежедневно ведет работу по наполнению официального сайта администрации официальных интернет-ресурсов Серпухова. А кубок лучшему работнику средств массовой информации вручен в этом году Светлане Блиновой. Большое спасибо за высокую оценку моего труда и не только моего, а всего коллектива. У нас работа сложная, очень многогранная, которая мало знакома, может быть, даже стороннему человеку. Но приходится работать очень много, и вот без общей работы, без слаженной работы, дружной команды это было бы невозможно. А у нас один за всех, и все за одного, и благодаря этому у нас все получается. Исполнительный директор парка отеля «Воздвиженская» тоже считает свою профессию творческой. Ярослав Белов признан лучшим работником в сфере туризма. С нами поделился секретом успеха. Надо любить гостей, надо понимать, что ты делаешь и знать, куда ты стремишься. В сфере туризма я работаю уже более 25 лет. Работал в Москве, в Серпухове, в Казани. И очень рад тому, что мой опыт пригодился для развития туристической сферы городского округа Серпухова. В прошлом году в Серпухове была учреждена новая номинация «Сердца». Такие награды получили те, кто всегда готов протянуть руку помощи. Среди организаций общественных движений, которые объединяют людей с добрыми сердцами, окружное управление социального развития номер 17, духовно-просветительский центр имени святителя Алексия Московского при Владычном женском монастыре, акционерное общество «Дашковка», волонтеры Серпухова, Пущина и Протвино. Волонтеры – это люди, которые делают добро от сердца, именно от всей своей души. Поэтому, видимо, и награда в виде сердца. Я помогаю, потому что хочется сделать мир лучше и своим примером показать другим людям, что мы можем делать добро. В 2024-й президент Владимир Путин объявил в стране годом семьи. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. Сегодня на сцене Дворца культуры России чествовали семьи, которыми гордится Большой Серпухов. Трудовой стаж династии Кудрявцевых почти 70 лет. Оксана Кудрявцева в 1993 году, будучи режиссером кукольных спектаклей, возглавила созданный ею театр кукол и актера «Скоморошина». В 2002-м стала художественным руководителем детского музыкального театра «Зазеркалье». В 2003-м ее дочь Алина Кондратьева тоже пришла служить театру. Сегодня она ведущая актриса театра и режиссер постановщик спектаклей и театрализованных представлений. В 2009-м сын Григорий Косарев присоединился к коллективу «Зазеркалье». Театральное дело продолжают и внуки Оксаны Леонидовны. Старший из них, Елисей, занимается в студии при театре. Младшие внуки также проявляют интерес к театральному искусству и уже выступают на сцене. Маленькие дети всегда находятся рядом с родителями. Так получилось, что выросли они за кулисами и впитали это все с детства. Театр собирались идти оба в разные направления, но судьба свела в театре. Как ни крути, а все-таки важно, что закладываешь детей с детства. Мы очень рады, это было очень неожиданно и спасибо всем, кто нас представил к награде. Династии, которые сегодня выходили на сцену, представляли разные сферы жизнедеятельности. Семья Пукановых-Генераловых проработала в здравоохранении более 120 лет. А преподавательская династия Буевичей-Воловых имеет общий трудовой стаж 202 года. Семья Анохиных военнослужащие в нескольких поколениях. Глава семьи Владимир продолжает дело деда, который участвовал в Великой Отечественной войне. Погиб в Запорожье. Старший сын Анохиных Артем тоже военнослужащий. С 2022 года находится на СВО. Почти 250 лет династии Алексеевниных, Козловых, Горлиных, Донинах трудятся в сфере промышленности. А семья Жестковых посвятила себя полностью спорту и продолжает дело основателя спортивной династии Алексея Жесткова, заслуженного тренера России по лыжным гонкам, инициатора строительства спортивного комплекса «Красные крылья». Поздравили серпуховичей и вручили награды депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, заместитель председателя городского совета Павел Гущин, председатель Московского областного объединения организации профсоюза Валентина Кабанова, которая вручила знак за заслуги перед профсоюзами Московской области и подарки главе городского округа Сергею Никитенко. Сергей Николаевич, говорят, у вас очень много занимаются, но вы знаете, вы еще и написали наказ Сергею Николаевичу. Бейте не в бровь, а в глаз. Профсоюз за вас! Творческие коллективы серпухова сегодня подарили на праздник свои лучшие вокальные и танцевальные номера.